Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам обзор и отзыв на книгу Ноама Хомского Роберта Брэвика «Человек, говорящий. Эволюция и язык». Человеческий язык – уникальная система общения, которая есть только у Homo sapiens. Почему и, главное, зачем мы научились разговаривать? Почему любой из нас в раннем детстве легко и непринужденно усваивает родной язык, а изучение иностранных языков – не простое дело? Существовал ли язык неандертальцев? Доводилось ли нашим предкам с ними разговаривать? Что такое гипотеза лингвистической относительности и как она влияет на наше понимание природы человека? Ответы на эти и другие вопросы читатель найдет в книге Наама Хомского – величайшего, эксцентричного, неукротивого лингвиста современности. Книга написана в соавторстве с Робертом Бервиком, специалистом по искусственному интеллекту. Я читал эту книгу вот в таком мягком переплете. Она довольно-таки толстая и я ее прочитал где-то примерно за два месяца, продираясь через хитросплетение лингвистических, психологических, этнических слов и других специальных терминов. Посмотрим содержание этой книги. Книга начинается, как это и принято у иностранных авторов с благодарностей. Глава 1. Почему сейчас? Эволюция теории, эволюции, тройственная модель, вокальное научение и геномика. Глава 2. Эволюция биолингвистики. Глава 3. Архитектура языка и его роль в эволюции. Глава 4. Треугольники в голове. За гранью естественного отбора. Что? Кто? Где и когда? Как? Почему? Литература. Примечание. В списке литературы, которая приведена в этой книге 266 источников. Часть из них переведены на русский язык. И вы, если не знаете иностранных языков или специальная терминология на этих языках вам недоступна, вы можете ознакомиться с некоторыми переведенными на русский язык трудами по лингвистике. А также в конце книги приводятся обширные примечания, ссылки на которые даются в тексте по ходу его продвижения. При обсуждении подобных книг, посвященных языку, было бы совершенно неуместно, а даже очень даже уместно и правильно упомянуть гипотезу Сеппера Ворфа, которая имеет разные формулировки. Однако мне больше всего нравится такая. Язык реальность не описывает. Язык реальность конструирует. И здесь, видимо, у места будет привести такой пример, когда человек думает на матерном языке, и его мир такой же ограниченный, тусклый, серый, как и сам матерный язык. А если человек думает на правильном литературном языке, правильно строит предложение уже даже в самой голове, то и, соответственно, и жизнь у него раскрашена всеми цветами радуги и даже более. И человек, который в своей голове внутри с самим собой ведет беседу на правильном литературном языке и даже мысленно расставляет знаки препинания там, где они должны быть, то, согласно гипотезе Сеппера Ворфа, это и будет отражаться на реальности этого человека. Она будет для него более насыщенной и подходящей для его мышления, для его жизни. И здесь хотелось бы, прежде чем переходить к каким-то узконаправленным предложениям по комментированию данной книги, то есть прежде чем углубляться в дебри отзыва и разбора этой книги хотелось бы вспомнить такие фантастические рассказы как, например, Вавилон 17 Сэмюэля Дилэни и в этом фантастическом рассказе приводится пример расы они называются то ли крабианцы, краберианцы или как-то так название довольно специфическое для земных языков и земляне вышли на контакт с этой расой и взяли, попросили у них какую-то технологию, которая нужна была землянам в ответ эта раса крабианцев она в ответ попросила предоставить технологии строительства космических кораблей которых у них до сих пор не было и эта раса прислала на космический корабль комиссию, которая должна была описать устройство этого корабля и даже скажем так внутреннее устройство техническое устройство цвет стен и так далее каково же было удивление землян когда все описание корабля уместилось в 9 крабианских слов это как раз к тому о чем я выше говорил что чем богаче язык тем богаче та культура которая им владеет также есть и еще один фантастический рассказ о котором промолчать было бы очень неуместно это фантастический рассказ Пола Андерсона Рука помощи в которой земляне также вступили в контакт с представителями других планетных систем и создали некое подобие планетарного союза и вот в одной из таких планетарных систем которые вроде бы являются частью этого планетарного союза однако они до сих пор сохраняют свой внутренний язык и как нам показывает автор этого рассказа чтобы именно благодаря этому внутреннему языку эта раса смогла создать двигатель для полетов со скоростью превышающей скорость света и сверхцветовой двигатель так называемый а у землян которые разработали межгалактический язык предполагается во всех таких рассказах что этим так называемым межгалактическим языком является некое продолжение английского языка и земляне и другие расы которые перешли на межгалактический язык они не смогли создать сверхсветовой двигатель и снова мы возвращаемся к гипотезе Сепера Ворфа которая была озвучена ранее так что же такого в межгалактическом языке что он затормозил техническое развитие а при этом та планета которая осталась в своем семантическом поле которая осталась со своим языком исходным она смогла создать сверхсветовой двигатель и раз мы уже начали говорить про космические путешествия конечно же мы не можем пропустить такую вселенную как вселенная Стартрека звездного пути в которой есть раса клингонов для которых специально лингвистами было создано свой язык на основе клинописи и опять же мы понимаем что язык и раса вымышленные но опять же это было создано на основе гипотезы Сепера Ворфа и что мы видим что клинопись и вот эти голова звуки в языке и воинственность все сочетается а также отсутствие какой-то глубокой науки которая науки которая не поддерживает эту воинственность которая не поддерживает не дает развития поддерживается только та наука которая направлена на совершенствованию воинского искусства на поддержание работоспособности их кораблей, военной техники и так далее. А вся остальная наука, она в загоне, в том числе медицина. Это еще один пример. И насколько переосмысление идет через художественную литературу, через фантастику темы языка. И через массовую культуру. И это переосмысление и попытка донести до массового зрителя и читателя вот эти все положения современной лингвистик, которые еще на уровень 60-х годов, когда Амхомский, по сути, только начинал свои исследования в этой области. Так же, как и в нашей стране, например, это делал Александр Лурье и Выгодский, о которых мы поговорим, об этих людях мы поговорим в другом отзыве. И массовая культура, опять же, мы возвращаемся к Стартреку, уже другой сериал Дискавери, который многими людьми был не понят, многими людьми был осмеян. Однако в конце четвертого сезона этого сериала есть серии, когда корабль знакомится совершенно удивительной расой, у которой нет языка как такового. Язык этой расы – это молекулы. Каждая молекула, химическое соединение, отвечает за определенное чувство – радость, надежда, любовь, гнев, ненависть, отчаяние и так далее. И в зависимости от того, в какой пропорции эти молекулы соединены, получается та или иная фраза. А расшифровка этих молекул, то есть последовательность, то есть как узнать, как прочитать эту фразу, которую эта раса дала нам, эта раса освещает вот эту молекулу частицами света определенной длины волны, определенной интенсивности и определенной частоты… Нет, не так. Включает свет, допустим, на одну секунду, на две секунды, на три секунды и так далее. То есть что-то похожее на азбуку Морзе. Но при этом это дает возможность расшифровать вот тот клубок молекул, который они послали в начале. И эта раса, с которой столкнулись члены Дискавери, они едины в своем сознании. То есть невозможно выделить индивидуального члена этой расы. И когда впервые происходит контакт, они считают, что и люди, которые к ним прибыли, они тоже едины. А потом, когда люди научились расшифровывать вот эти молекулы эмоций, они им говорят, люди, ну земляне, и другие расы, которые в нашей галактике, говорят, что мы не едины. И что действие каждого конкретного индивидуума, оно зависит только от него самого. И таким образом этот контакт был успешным с этой расой. Также есть другой пример. Например, дети. Дети, которым год, полтора, которые только начинают произносить слова, которые узнают только саму структуру языка. Например, такой пример можно привести. Например, ребенок играет, знаете, такая детская мозаика, когда такие маленькие шестигранные цветные кубики с штырьком нужно вставлять в поле. И каждая мозаика имеет свой размер шестигранных частей и свой размер, диаметр и длину штырька, которая внизу этого элемента. И вот ребенок берет эту мозаику, она у него сложена в коробку. Он ее рассыпает на полу, начинает перебирать и находит одну мозаику, которая отличается от другой. Он берет ее, смотрит и говорит. Ребенку там может быть полтора года одна. И он говорит, она другая. Возникает вопрос. Каким образом ребенок в возрасте полутора лет узнал, что, во-первых, мозаика это она, что это женский род? Каким образом этот ребенок узнал, что она согласуется с прилагательным другой в женском роде? То есть она другая. Откуда он узнал, что к данной мозаике нужно применить прилагательное другой? В данном случае другая. Как он это узнал? В полтора года. Когда понятие о роде, числе, прилагательных, местоимениях, существительных дается ребенку только в начальной школе. То есть до этого пройдет еще, от этого момента, когда ребенок это сказал, до того, как он узнает, что это действительно так соединяется, пройдет минимум пять лет, а то и больше. Если ребенку полтора года, в шесть с половиной. Да, он идет в школу, он только идет в школу. И только лишь через шесть или семь лет ему расскажут, что это так соединяется. Но в полтора года он уже на своем родном языке может это соединять. В правильной конструкции. Вот это вопрос вопросов. И в этой книге эта мысль, ту, которую я изложил в простом примере, эта мысль проходит сквозь всю эту книгу. Эта мысль проходит. И если мы это каким-то образом приведем в какое-то более-менее стройное предложение, то выйдет примерно такое, что обезьяну невозможно научить языку. И даже если мы слышали об успешных экспериментах с шимпанзе, то успешность это ложное. Обезьяна лишь перебирает комбинации. Но сказать, что она изучила язык, нельзя. И даже такую простую вещь, как смысл слова «яблоко», она не усваивает в экспериментах. В отличие от ребенка, который, допустим, как разные дети по-разному, то есть, допустим, одному ребенку достаточно один раз сказать, другому два раза сказать, показать ему, что это, допустим, зеленый, это красный. И потом, когда уже дальше ребенку говоришь, принеси мне красный мячик, он идет и приносит красный мячик. А не желтый. А не синий. То есть у ребенка уже устанавливается в голове, внутри связь между словами. Получается, что обезьяна, несмотря на, как нам учили долгое время в школе, что близкое к нам животное, обезьяна слышит речь человеческую, для нее это просто шум. Попробуйте, попробуйте поставить песню на каком-нибудь незнакомом языке. Арабском, турецком. Если вы не знаете этих языков, вы никогда не слышали. Попробуйте вычленить из вот этого потока, даже китайский и японский будет достаточно, если вы этими культурами не увлекаетесь. Попробуйте поставить песню любую. Леон Лай, например, Накамори Акина, Акимото Дзюнко, и другие певцы. И попробуйте вычленить слова, разобрать, то есть как мы можем на русском языке знать, когда заканчивается одно слово, начинается другое слово, и мы это понимаем и в песнях, и в устной речи. Начинаем это понимать очень рано. Год, полтора уже ребенок может отличить. А в иностранных языках? Сколько времени проходит, сколько нужно послушать материала, чтобы начать разбирать предложения на слова? Какие нужно приложить усилия для этого, при изучении иностранного языка? И для тех, кто скажем так, упорно изучает иностранные языки, тот для себя делает ленинофонные кабинеты, есть сейчас такие возможности технические, делает так называемый метод параллельного чтения, когда он слышит в наушниках английскую речь или иностранную речь, следит по тексту, и тем самым у него в голове стыкуются два потока, один визуальный, другой аудиальный. И человек может разобрать, где начинается вначале предложение разбирать, потом крупные блоки, словосочетания, которые составляют два, три, четыре слова, а потом уже разбирать это на отдельные слова. Обезьяна этого не может, шимпанзе этого не может сделать. И каким образом, опять же, у ребенка, где находится вот этот орган в голове или не в голове? Вот какой части тела? Который позволяет уже на раннем возрасте разбивать, понимать, что, допустим, он живет в правостороннем языке, то есть, допустим, японский, или он живет в левостороннем языке, допустим, русский, английский, французский и так далее, немецкий. Где, в каком месте у него это находится в его организме? В голове ли это находится? В так называемых зонах брака, верники и так далее? Или где-то в другом месте? Всякое мышление начинается с языка. Оно на нем живет, оно им живет. Человек не может помыслить то, для чего у него нет слов. Точнее так, может, но тем самым выводит себя за уровень словесного. Если нужно научиться думать, нужен язык. Если нужно научиться думать о каких-то новых вещах, нужен принципиально новый язык. Или, что относительно проще, переосмысление старых слов в новом контексте. Язык человека это не только способ общения, это инструмент мышления. Оригинальное название книги в переводе с английского языка звучит «Почему только мы?» То есть «Почему только люди могут говорить и понимать речь?» Язык принадлежит только homo sapiens. И ответ на этот вопрос «Почему только мы?» не знает никто, как и авторы книги. Поэтому и авторы книги снова возвращаются к догадкам и предположениям, без которых они пока не могут обойтись. Достаточно сложная наука, если говорить о лингвистике лингвистике и даже очень сложная наука. И история языка растянулась на миллионы лет. И авторы довольно часто повторяют язык мог, язык мог бы и дальше продолжают свою мысль, потому что и авторы они не знают, как было на самом деле. Эту книгу конечно же нельзя отнести к научно-популярной литературе. Скорее ближе к научной литературе. Однако некоторые главы специально написаны довольно-таки простым языком, чтобы дать человеку, читателю опору, чтобы он мог на что-то опереться, зацепиться за что-то, а потом уже давать ему какие-то специальные термины. в книге идет речь о Фокспи-2, такой ген, который отвечает собственно за распознавание речи и за говорение. Переосмысление теории эволюции Дарвина, строений связей в мозге. И если бы инопланетянин посмотрел на нас, на наши языки, он бы сказал бы, что у нас общий язык, но с разными языковыми параметрами. Книга долго лежала у меня на полке, прежде чем я ее взял и прочитал. И какое-то время, то есть в начале 22-го года поставил себе целью прочитать пять книг Жанна Бодрияра, две я уже прочитал, отзывы есть на канале, третью я дочитываю, и читая третью я увидел, что я увяз. Несмотря на то, что в третьей книге Бодрияра очень мало специальных терминов. И вроде бы как она более легкой была бы, но не так. И я вспомнил, что когда-то давно я читал параллельно три-четыре книги. Поэтому я взял Хомского И еще я взял Ортега и Гасса, это Человек и Люди. И вот только в тот момент, когда у меня появилось еще две книги, Бодрияр сдвинулся с мертвой точки. И получалось читать, и сейчас получается читать хотя бы по пять, может быть, десять страниц в день. Но когда я дочитаю, я запишу отзыв на символический обмен и смерть. Но Амхомский долго, очень долго работал над своими исследованиями. И в литературе есть ссылки на его предыдущие работы. Однако вот это блуждание в незнании, в том, что он может сделать только предположение о том, а как язык мог развиваться. Почему, допустим, не предположить, допустим, допустим, что да, эволюция была. Допустим, что в какой-то момент появились неандертальцы, кроманьонцы, а потом уже путем эволюции появился человек хомо сапиенс. Пускай. И у них не было языка. Но если бы, допустим, опять же, допустим, сделано такое предположение, что за нами наблюдали другие расы космические, которые вышли уже в космос, и они решили дать нам язык. и они провели какие-то, допустим, и для этого нужно было провести генетические манипуляции. Прежде всего, это только гипотеза, которую невозможно не подтвердить, не опровергнуть. Просто гипотеза, потому что авторы запутались. Давайте мы посмотрим на это еще с какой-то другой стороны. А если эта раса была более развитая, или она доходилась уже на стадии терминальной, то есть уже шла к своему закату, к вымиранию полному, потому что в дальнейшем, допустим, размножении, или там, допустим, пучкование, или как они воспроизводятся, эта раса. Или, может быть, их генетика уже стала настолько изношенной, что в новом поколении гены не могли никак соединяться. И они уже перепробовали все, что могли, и клонирование, и смешение с другими расами, и так далее, ничего не помогало. Они решили дать нам подарок такой, гомо сапиенсу, миллион лет назад, 500 тысяч лет назад, дать нам язык, чтобы мы смогли пройти какой-то путь, допустим, быстрее на миллион лет, в отличие от той расы, которая нам эту возможность дала. Но это только как предположение. Мы не будем говорить о том, что это действительно так было. Потому что мы не знаем. Так же, как и Ноам Хомский, он сам говорит, что он не знает. И говорит каждый раз, когда он говорит, что язык развивался так-то, так-то, он так не говорит. Он говорит, что язык мог так развиваться, мог пойти по такому пути, приводя какие-то примеры разные. Вот так и мы скажем, что могло такое быть, такое предположение, могло. Ну, нет у нас доказательств такому. Это был скорее отзыв и впечатление о прочитанной книге Хомского Бервика «Человек говорящий. Эволюция и язык». Благодарю вас за внимание. Если вам интересны книжные отзывы, то подписывайтесь на канал. Если вам не интересны книжные отзывы, то не подписывайтесь на канал. И да, конечно, этот отзыв мог возбудить у вас какие-то несогласия, но напишите о них в комментариях с ссылками, допустим, на какие-то научные исследования, которые опровергают мои слова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.